всем привет с вами канал жизнь лача у нас такой необычный сегодня день мы решили провести небольшой эксперимент мы целый день едим русскую кухню ну точнее те блюда которые чаще всего едят именно в россии и которые ассоциируются именно с россией поэтому вот у нас завтрак у нас компот который закрыли сами мама моя закрыла из своих яблок из своих ягод у нас компот раньше вообще постоянно только и и блины вот блины комфорт сметана сгущенка и более варенье из желе из красной смородины приятного аппетита я сначала со сметанкой вот я у меня бабушка в детстве по папиной линии очень вкусно я делала дрожжами наставил ну то есть под этой штучкой и получали было деревне ну у нас была я на все лето уезжал в деревню в подмосковье там именно деревня не дачный дом а именно в деревне там петька мне она сделает у нее блины они такие вкусные еще там вообще и там мы воровали у нее сухари почему тут раньше не давали сейчас он детям пожалуйста что хотите то едите а раньше выйдет сахар целый этот наборуешь целый карман пирожки пирожки тоже делали но реже пирожки у меня просто старая бабушка она из Москвы молочко особо не готовила вообще а вот папина линия она готовила хотя она тоже она вообще сама кстати из Смоленской области после войны она сюда получилась приятно а у тебя же ездил в Переславль да по моему или куда еще я не в этом смысле ты говорил ты на лето ездил один раз ездил и все вспоминай Переславль да честно каждое лето да я лето в Москву в Москву ездил мне кажется раньше это вообще было очень мало детей я даже помню раньше вот так приезжаешь там просишь мама пожалуйста я так хочу я так хочу в Москву и приезжаешь в Москву а тут никого нет вообще сейчас все они мелкие они все тут не понятно что часть уехали там на море там куда-то деревню на дачу но тем не менее сейчас очень много детей в Москве а раньше никого не было раньше да только каникул начинается все в деревне и все сидят вот так вот в конце августа и ждут когда все приедут и до конца августа в деревню здесь делать было вообще нечего в Москве а сейчас я бы сама в Москве осталась да что делать у нас на даче там у нас молодежь мало у нас есть соседи но они с мягким приветом это вот у меня тоже были раньше такие друзья родители которые запрещали им со мной дружить и причем это так интересно они запрещали ну плохое влияние а самое интересное я в жизни никогда не курила и они всегда говорили вот она курит я никогда не курила и мне каждый раз с мамой приходили и говорили видели сигареты из какой сигареты где они видели я не знаю я вообще никогда не курила и из-за этого запрещали бывало уже такое и вот они тоже что типа у них такой хороший правильный мальчик вот такой прям он замечательный а теперь начинает взрослеть и он начинает у них хулиганить они там тут слышали они начали ба да он тупой да чтоб он вообще нифига себе правильный правильный не было и вот он раньше смотрел на дружил когда маленькие были они ребенок не должен вообще сидеть в компьютере играть в играх ну вот есть такие люди которые я согласна что сейчас очень много детей играют очень много сидят на интернете и так далее и так подобное но это неизбежно у нас идет развитие скажем так да сейчас сейчас очень развитие в этом конечно если да если хочешь вот узнать вот мы идем иногда и вы что есть за дерево что есть за это что мы делаем и сразу влезем в интернет интернет это уже наше все то есть отключаются интернет все сидят с такими глазами что делать интернет нет у всех паника интернета нет поэтому ничего в этом такого не вижу главное не фанатизм запрещает но это тоже и вот этого они теперь ему тюкают этот телефон где же был мятник попробую сейчас красную смородину вот сколько раз мы садимся делаем что угодно мухбанк и салфетки есть такое слово салфетки почему-то мы всегда про них забываем я всегда сижу и мне надо чтобы она лежала сбоку а в центре всегда подбегают и забирают и не надо забирать нас ругают у нас нельзя они видят что у вас там скомканная салфетка а я ногу комкаю вот так паду у меня привычка такая там можно сидеть все таки цельный человек в культурном месяце над же вот такой мы вот с Ольгой ходили когда в золотую воблу мы в эту воблу ходим уже я даже не знаю сколько блин я нахожу лет 10 в эту воблу мы в не смысле мы ходим но имеется ввиду 1 там 2-3 раза в год ну да ну это пивный бар мы раньше ходили туда смотрели футбол но вот потом мы просто начали ходить туда как на дискотеку в пятницу в субботу а потом узнали что там оказывается есть коктейльный день среди мы начали ходить правда сейчас мы с Ольгой разочаровались с этим коктейльным днем вот я к чему привела? я забыла нет салфетки бы не помешали а я вся уже грязная сладкая я не знаю я тоже у меня и сметане все и в это и в это все это очень сложно и блины есть и не спать а что у нас будет сегодня на обед мы увидим на обед мы узнаем на обед я просто когда начал вытирать вспомнил что над тебе тоже соответственно ты уже сказал слово нормально я уже понял что-то не так что-то я забыл мы думали что делать на русский день какие вообще блюда ассоциируются с Россией понятно что их очень много и не все они вообще русские возьмите тоже оливье я вспомнила первое это блины есть еще каша если будем еще второй день как-нибудь снимать обязательно сделаем что-нибудь типа каши сырники кстати пироги это все типа ассоциируются именно по завтраку я не считаю пирогов и пироги они не обязательно на завтра конечно могут быть и на ужин да быстро налетел на глины если быстро быстро начал есть гуришанка вкусная? да я съел с гуришанкой ел да как от нее я три ложки что положил сметаной с поворотами что-то делать я тоже вот это вот заедаю и все ну у нас смотрел Вадик у нас самый первый мы еще только начали печь блины он подошел и говорит я говорю блины буду успекли Матвей он еще спал сейчас он проснулся нет он слышно ходит и вот сейчас вот он встал и мы ему как раз вот блинов у них тоже сегодня по факту меню в родском стиле чай чай блинчик со сметанкой ну а не компота Матвей кстати не очень любит компоту но он не пьет а Вадик и есть я уже говорила у нас в Матвей такие предпочтения да Вадик очень любит варенье он все варенье не ест и яблочное и вот Вадик вот кстати одно из немногих вещей ну не считай конечно селедку вот не ест да я тоже не ею ну ты там не ешь нафига всего не ешь поэтому я тебя даже не это он не ест мед а ты тоже я знаю что не ешь мед ну Вадик он у нас всеядное он ест фактически все и для него это так странно вот он да он не любит рыбу он может есть жареную рыбу да если вот там вот делает ментай там или асул там не важно какую рыбу он может съесть он игру любит красную но и ледку нет и любые салаты с рыбой мимоза он это не ест так как и я любой салат с рыбой я не ем а хотя комченую я люблю я люблю я люблю да вот поэтому переходим мы уже к обеду для нас это будет еще несколько часов ну а для вас ну вот и снова здравствуйте вот у нас уже обед сейчас как бы не снести стол что решили мы приготовить на обед щи как говорится щи да каша пища наша не знаешь такого не правильно давай Сашу я его варила ты давай клади ну щи вот для меня правда так интересно даже когда приезжаешь на юг это удивительно но там в основном борщ почему-то щи да ты когда-нибудь видел там щи нет кстати не видел вот и что касается щей щей правильно получается щей щей я ни разу в жизни не ела щи из квашеной капусты ты ел пару раз да ну не знаю вот в общем у меня с какими супами начнем с того ассоциируется Россией ну не считая борща я хотела сначала сварить борщ потому что у всех если первый суп который ассоциируется да я знаю что это не российский суп это тут не в том тогда вы если в этом случае мы бы сделали кашу из лепы да я имею в виду какие именно блюда едят очень часто именно в России а в других странах во многих их не понимают вот щей он относится к таким блюдам борщ относится к таким блюдам а еще какой суп который ты тоже не очень любишь кстати рассольник тоже относится к таким супам которые во многих странах вообще не понимают а крошка окрошка окрошки Сашка не очень любит но я тоже и не скажу я их не очень люблю ну вот эти да супы я люблю фасолевый гороховый борщ ну такие стандартные да куриные я люблю очень суп пюре суп пюре тоже люблю тыквенный да да а борщ я его со сметаной обожаю со сметаной вообще супы да да грибной суп я очень люблю вкуснейшим с майонезом оу это вот что касается по супам я опять еще не раз уже не ела свекольник кстати прошу заметить что мы это и без салфеток а сейчас ты зачем вот я просто боюсь что нет на ужин мы обязательно салфетки с собой возьмем горячий вот зачем салфетки к слову я очень люблю с супом есть чеснок Сашка его вообще не ест а я ем вот я себе сделала чесночка а зимой с гороховым супом вообще огонь а это кстати наш что, островато? ядверененькие походу очень у меня поможут мне кажется кстати хлеб тоже хороший саш блин, точно мы, во-первых, забыли купить чёрный хлеб мы не забыли на самом деле я сегодня работаю я не выхожу я вот сейчас написала что я там на перерыве мы снимаем и так периодически я выбегала вот кухня у нас за дверью поэтому бежать недалеко чтобы готовить я приготовила щит вот и собственно в магазин ходил один сашка на естественно сашка еще вспомнил про хлеб какой остро жуть короткая узнависка очень остро я даже пробую не будешь конечно с этим копченый гороховый суп и которые иногда читаешь комментарии иначе очень с борщом такая история работает и если брать супы ищи тоже вообще-то надо класть сначала как вообще-то надо сначала разница я кладу картошку ты кладешь капусту я кстати пробовал и так и так вот мне так одно и то же если капуста очень жесткая я кладу сначала капуста потому что она очень жесткая чтобы она развалилась а если молоденькая капуста да я кладу сначала картошку а смысл она молоденькая на быстро славится и вот этих и мне нравится вот люди зайдут посмотреть рецепт и начинают вот это вот умнички вообще-то так не по селёдка под шум первую надо вообще-то класть селёдку ну я поздравляю но они типа смотрят блогера например какого-то определенного блогера я хочу снять стол как вот я на новоселье там буду готовить да я хочу снять вот стол как его готовить и они начинают выставлять комментарии типа какого реже вы делаешь неправильно селёдка под шубой за первый слой должна быть картошка а я точнее картошку а многие кладут селёдку и во многих рецептах указана селёдка мне не нравится я люблю когда не расползается снизу там вот картошка например лежит и селёдка на ее как бы сверху мне так нравится тот же оливье вот тоже начинается эпопея как правильно с колбасой с курицей со свининой я знаю что это все разные считается салата вторичный московский я принимаю оливье только с хорошей вареной колбасой для меня с курицей документарий вот так же русские блюда начинаешь сейчас добавишь видео напишешь но это придумали некоторые блюда есть уже обрусевшие понятно что оливье собственно в этом числа французский название я считаю что это уже советский салат ладно можно российский советский салат кухня россия казани кухня совсем другая пусть там столовую публикули в казани там эти баш маке мармаке как и вкусно кстати там готовить многие привычные нам блюда мы там не нашли в россии по-разному готовят обручки тоже наши поэтому у нас к этому вела здесь я сделаю с каким-нибудь другим супом наверх и всегда рецепт синины местный суп который я варю курицы от лапша следующий будет борт где-нибудь фасоли на руку ну так называются эти помидорки желтенькие вкусно надо еще чеснок может он не будет такой ядреный дальше я вспомнил первый раз я посолил суп когда будет приготовиться когда еще гороху уходит будет суп как гороху развалился нет я не понял я съем как гороху целоваться сегодня не буду все чеснок целоваться въезд на него скопа вместо лучшей врата 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 напиши на месте на месте кстати капуста она была достаточно жесткая я в детстве меня всегда очень это не нравилось когда поправляем не суп а щи не щи а борщ я как думала что суп называется борщ суп называется щи там суп называется гороховой аналогично почему он щи а щи не суп так же как уха они что это как отдельно вот уха ну да а для меня это суп рыбный постоянно поправляют не помогло я все равно что суп очень полезен для желудка но сейчас вроде как это уже опровергли насколько я знаю у нас раньше у нас соседи были они ну они цыгане они готовили на 4 части и также морковку кира кира порезал 20 минут готовы ну как они едят уже по факту 20 минут ну после закипания естественно 20 минут разделывал на эти но не целый день работают придут есть хотя понятно если есть хочешь ты все будет вкусно и хорошо играть а не а кто гибко ничего не поделать мы только поделали, нам надо уже ужин готовить и когда работаешь, снимать неудобно кстати, меня очень воображает на видео когда включишь, пытается включить свет чтобы было понятно, мы в шоке круто а как это вы скостили? а, включили в случае, кто-то играет ну вот если это кто-то играет, сейчас выйду, навешаю нет, там эти замки ставят, так не откроют мне лишь забыл просто сказать ну вот смотри смотри тут делать и едим как свиньи очень извиняюсь, дико неудобные вот мы купили, но как я теперь понимаю, что в них неудобные это в них неудобные есть суп я сашку посадилась он сам сел с той стороны, а там компьютер да, он отключился и не включился обратно попробуй помидорку я съел помидорку а я не видела хочу суп я видела только что съел что здесь зубчика чеснока и что со мной звучит не то в этом плане, что я в вас наличный то что у тебя все горит то что у тебя все горит то что у тебя все горит я вот я вот я вот например ем крылышки из кейпси а сашка не ем но он правда очень острый я ем крылышки не острый ну, я с ним перед ну, я с ним перед ты себя ем остро это так, русский поел что-то ты ты давай нет, тогда он еще не ел, кстати да 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 ладно дело у нас заканчивает я могу так есть еще два часа работа не ждет а с вами увидимся на нашем русском ужине ну, что уже у нас настал ужин вот мы уже положили себе картошку у нас сегодня на ужин картошка, которую мы купили мало поэтому даже не будем открывать кастрюлю она все равно там на дне ничего не видно вот с маслицем естественно сало селедка соленые огурцы то, что осталось у нас с обеда зелень и наши овощи и несуразные мои глупцы я глупцы никогда не готовила я что-то смотрела сегодня в интернете смотрела-смотрела вот и короче нифига получилось то, что получилось в общем я с этими капустными листьями в этой микроволновке потом что-то фиксим главное, чтобы парус внутри хотя бы протекся ну, а еще у нас естественно водка водку мы чистую никогда можешь пока наливать что сидишь просто так водку мы вообще чистую обычно никогда не пьем мы пьем коктейлями вот но сейчас ради антуражу мы выпьем по рюмочке если сашка откроет а еще у нас русская горчица я ее чуть-чуть себе уже положила с салом лучше закусывать вот и сашка сегодня шоп-контент он попробует сегодня селедку и сало нет я тебя вообще-то не спрашивала я уточняла так, ладно ну что за наш сегодняшний русский день день у нас сегодня воскресенье погода портится скоро сентябрь в общем за уходящее лето Плохой Сыла себе краев не видишь кто-то некоторые повлияет некоторые люди и не допустят и аженюхивают я то хотел глотнуть я забыл, что говорит разберись, я сейчас из веревов входит ну так и все и а я долго думала сделать вареную картошку или жареную поскольку ее было мало выбор был очевиден у нас будет второй день такой у меня еще очень много людей что можно сделать вот что касается ужина почему такой странный выбор я не знаю потому что я думаю я точно знала что будет картошка я на самом деле сначала хотела котлеты котлеты если делать это нам делать свои котлеты логично в магазине как раньше были котлеты делали все сами но чтобы делать котлеты нужна мясорубка мясорубка у нас есть только квартире здесь мясорубки нет и причем и ручной нету и электрический поэтому я буду делать как как сделать котлеты это еще хотела сделать у нас еще вот как какое у нас блюдо делать на второе часто не считай макароны поход кстати смотрела подборки различные на разных ресурсов в том числе кстати и youtube и везде подборки есть без трогана но не знаю быть может я росла где-то в других местах в москве но вот у нас без троганов фактически не делали это было не без троганов как вот он есть в классическом варианте во первых и еще мясо по-французски нет нас по-французски делали особенно новый год и опять же они просто отзывали это мясо по-французски естественно когда сверху помидору как на блины да согласна его даже я ела делали но редко а из мяса у нас в основном всегда были сосиски и котлеты курица имеется ввиду там запеченная полностью ножки куриные там крылышки раньше почему-то не делали именно дома если только на костре и так далее опять же тушенка ну а раньше тушенка был человеческой цене и нормальная тушенка сейчас тушенка 300 рублей там есть ничего поэтому вообще не понимаю что это за цена такая тушенка маленький кусок мяса и все на все задерживаю плавать ужин еще было она печенка керочные оладушки нет некоторые сердечки всякие я если честно это не я я наверное не пробовал чтобы у многих многим они нравятся я печенку люблю я вот как-то их не могу так кстати голубцы на удела как ты развалиться перец держит форму можно делать сделать кабачковый день у нас будешь только ты и воде как меняется с возрастом вкуса когда я была маленькой совсем я жалко . я любила макароны и причем как не просто картошка мягко называют мягко вот и сейчас вот если взять я не знаю я вот если часто я наверное опять же люблю больше макароны картошку то же самое сначала я оборвал борщ потом грибной потом гороховый то есть постоянно меняется есть супы которые я никогда не любила куриный я вообще куриный суп не очень люблю но суп должен быть со свининой я наверное не смогла быть этой мусульманкой мусульмане же не едят свинину да а курицу не едят они как свинину не едят это типа грязное мясо да или говядину курицу да стекором и свинина не мое любимое мясо это свинина она такая жирная даже фарш стараюсь покупать или делать да самостоятельно только свинина потому что свинина она жирная она дает хотя бы какой-то скажем так сочная курица она сухая курица а свининку да курицу я не люблю после того момента кроме крылышек я раньше в детстве кстати я обожала куриную грудь я очень любила я могла ее есть очень много могла есть очень очень много но потом уже сознательном возрасте я села на диету дюкана она мне очень помогла я съездил первый раз изначально я поправилась я первый раз съездила на море египет на все включено в общем на все включено все включено это такая вещь мы когда приехали мы как раз были слизко это вот моя бывшая подруга мы я приехала она и варик варику было что-то лет на 6 до 7 другое я пришел сообщение и вообще нет боже как мы ели последний раз это было 10 лет назад получается лет наверное 14 там назад да варик было даже лет 5 наверное вот мы были в шоке для нас такое дико было мы до этого никогда нигде не были и так что все можно есть и в общем я привезла ну точнее как сказать я привезла оттуда 10 килограмм после я опять ела потому что я уже естественно растянулась в желудок я еще 12 килограмм для моего маленького веса это просто реально огромный вес я понимала что мне надо в любом случае мне даже тяжело ходить ездила в египет и я начала худеть я искала диеты думаю какие тропа и почему то я а нет сначала изначально я кстати сейчас обманываю короче слегка как раз после египта я в другой диете сидела это была диета не романовая вот это минус 60 там когда утром можно есть все в обед там ограничение а в ужин в общем опа и можно пить сухое вино это кстати первый такой был момент когда я начала пить сухое вино реально сухое вино алиска она вместе со мной села я тоже поправилась ну мы с ней поехали на дачу купили сухое вино ну в смысле не на даче купили сухое вино а в дорогу в электричке естественно мы не стали мы же культурные люди как-то и в электричке мы зашли по дороге там на 40 минут идти от станции до дома пешком а вот у меня уже был один в вечер где-то так ты мы с этого вина я не знаю как мы дошли а чё вы ничего не ели мы в последний раз можем сказать ели с утра а потом в обед там ограничение а потом уже вообще ничего не ели и это вино я потом мы с тазиками потом все утром вдвоем и бегали и и я как-то сухое вино как-то не сильно уважаю и причем только красное а я вино как-то больше белое люблю а потом то тоже у меня какой-то не знаю сбой был и опять поправилась и вот я выбрала как раз диету на дюкана я ела я ела одну курицу яйца курица яйца курица курица яйца яйца курица и все я теперь когда вижу когда или с Ольгой разговариваю с моей Ольгой по телефону и она говорит гречку с курицей у меня сразу тошнотворный рефлекс я понимаю что она ест скорее всего грудку я не могу я ее не перевариваю я могу ее съесть в виде шашлыка когда она в майонезе и еще ее залить соусом так чисто просто есть я не могу у меня в такой степени она мне надоела что вот ну бывает же такое что человек очень-очень много ест продукт какой-то и он ему надоедает что с пивом не так? что с пивом не так? ну почему оно не надоедает? потому что у животных уже не так ну кстати спорно у кого-то растет у кого-то не растет а может от чипсов которые ты с пивом ешь? да он не может просто так пить пивом я могу вечером например сесть вот мы сели там смотрим пятницу что-нибудь смотрим по бокалу пива например я могу просто и пиву пить а ему надо чипсы орешки еще какая-нибудь я больше пива люблю я вообще чипсы не люблю а если орешки я там все ставлю но они столько к чугуновам я больше люблю фунглию кильку кстати кильку подходит попробуй сало маленький кусочек даже без жира вот такое мяско да клади давай сало терпеть не могу сало да ты его даже не ел есть такие люди интересные да они пробовали я не ел ты попробуй сначала у тебя одно мяско дало оно вкусное беленькое беленькое полезнее с перцем мягкое у меня попробовал перец чувствую я вдруг там буду жевать колоссало большими кусочками порезала ну вкус в принципе этим как сделать вот этот день искал и честно говоря в интернете смотрела ну правда очень много прерыва не нашла я нашла я нашла свадьбу в русском стиле думала что приготовить что вообще люди там например делают я кашляюсь а я даже не нашла а там иногда несколько видео я нашла таких интересных там в русском стиле делают какую то я даже не понимаю что это такое вот я веду к тому что что значит для всех вот этот стиль он разный а тем более у нас же сейчас много вот этих вот ой у меня вот мне уже ну по факту это у меня очень получается разные одноклассницы даже взять на их просто одноклассницы на некоторых я не подписана но они у меня вылезают они тоже мне не подписаны потому что мы очень любим друг друга вот и сейчас же модно что раз если бабушка бы если баба хорошенье она должна быть не Она должна дома все делать, с детьми заниматься и так далее. Она хорошая баба. И обязательно она не такая должна быть худая. Если худая, что она больная. Невозможно быть худой без такой жизни. А сейчас у нас бодипозитив. Он есть. Но в основном у нас йога, авокадо, тосты. Я, кстати, очень люблю авокадо. И тосты с авокадо мне тоже нравятся. Но у меня есть такие однокосницы. Она сидит, вот, ей почти 40. Но вот мне 37. Но по факту всем моим авокадо-классницам примерно так же. Ну плюс-минус, да? Когда она сидит, вот эта вот кишка в скафандре. Вот, я не знаю, дунишь, она улетит. И вот мне нравится, вот когда так, знаешь, вы завидуете. Чему завидуете? Она сидит, ей 40 лет, у нее ничего нет. Она сидит с этим тостом. Это вообще. Зачем это нужно? Зато она садится в красивый шпагат. Нет, шпагат, вопросов нет, завидую. Сама бы хотелось есть шпагат. Но если я сяду на этот шпагат, вы меня не поднимете с этого шпагата. И таких стало и больше, и больше. Нет, у меня есть и хороший одноклассниц, который, кстати, занимается с собой, ходит в спортзал. Но при этом они обычные человеческие люди. А есть вот такие, вот они вот так, они даже так разговаривают. Ну да, конечно, вот это вот. Возьми Анечку нашу любимую. Вот это. А Анечка, кстати, нифига, нифига. Ну тоже вот такая вот. Типа она, она когда едет, представляете, она когда, она идет в Макдональдс. Вот это мне вообще поражает. Она идет в Макдональдс. Берет филе у фиш. Потому что там меньше калорий, и рыбная котлета, она вообще не очень калорийная. Вот. И она выбрасывает верхнюю булку, чтобы не поправиться. Чтобы не поправиться, не едет Макдак. Не пробовала так, нет? Зачем еще Макдак даете? Вот. Купи котлеты рыбные, съешь ее так. Без булки. А вообще, кстати, вот кто следит за своим питанием, рыбные котлеты не ест. Ну я вот не понимаю, я так же не понимаю людей, которые не едят мясо, но едят яйца. А, ну да, да. Ну блин, а в чем эта логика? Нет, я согласна, когда пьют молоко. Молоко все-таки это никого не убили, это коровка доедет, да? А по факту яйцо это цыпленок. Да. Вот ты наоборот, рождающей жизни ты не дала ему родиться. Нафига ты ешь эти яйца? И если ты уже решил, что ты там не хочешь, там вот это и так, ну тогда я не ешь ничего это. Морковка может тоже жить хотела. У нее планы были захватить едру земли. По земле, что ли? Да. Да это тогда может не долго морковка так порастить. А чего угодно. Ну, я читала книгу, ну точнее как книгу, у него две книги, это Вадим Зеланд. Еда живая, мертвая и, не выговорю сейчас, наверное, еще после рюмки, это, транс, реальности, транссерфинг, по-моему, транссерфинг к реальности. Вот этот транссерфинг я дочитала до конца. И, кстати, мне он очень понравился, что там люди тебя типа раскачивают, там вот эти локачи. Вот ты меня постоянно раскачиваешь, вот это вот раздражаешь меня. А это вот ты меня раскачиваешь, по-почитаю книжку. Хотя нет, если ты прочитаешь, ты будешь думать на прошлое, то я тебя раскачиваю. Не читай. А хотя он меня не прочитает, я не знаю. А ты что не прочитал? Что ты за последний год прочитал? Последний год ничего. От последней действенники? Не помню. Понятно. Нет, что-то читала, что-то читала, но я забыл. Я забыл. А «Живая еда и мертвая» я читать начала. Но я поняла, что я сейчас не прочитаю, я не тот человек, который подвержен психологическому такому влиянию. И там вот, а ты представь, как будет вот так вот это вот, и мне это не поможет. Это вот у Сашки папа так бросил курить. Он прочитал какую-то там книгу, я не помню сейчас, кто ее написал. Помнишь, он что прочитал? Вот, он ее прочитал и говорит, он так там пишет, я нашла эту книгу. Самовнушение просто. Угу. Там чистое самовнушение. Дальше там мне не помогло. Как разрушаются легкие. У меня маме 62 года, она курит по две пачки в день. Я с ней постоянно, мы вот даже когда собирались переезжать, это тоже была одна из таких высомых причин. Она курит дома. Ее невозможно уговорить не курить. Она курит в комнате, на кухне, ей все равно. Я говорю, давай будешь курить на лестничной клетке, на балконе, хотя бы открывать окно. Мне холодно, я не буду открывать окно. Как бы свидетели. И она нет. Она курит в комнате, она лежит на кровати и курит в комнате. И при этом она потом, мы говорим, ну это мы о чем. Но она тоже курит в комнате. И у нас вот это вот постоянная дымовуха. А вещи, они в коридоре, они дверь до конца не закрывают. И получается, что естественно все вещи, они провоняли сигаретами. Одно время у меня была проблема со школой, потому что, ну, как бы верхние вещи у меня пахли. Они пахнут, я их стираю и стираю. А толку нет, я же не могу, например, ту же куртку стирать каждый день. Я ее постирала, два дня не стираю, она уже, собственно говоря, пахнет. И мне все сначала говорили, что они курят. Но я потом сказала, как бабушка. Один раз я пошла в прошлом году в поликлинику. И она говорит, что пахнет, вы в следующий раз не курите, говорит, перед приемом. Я говорю, ну вообще-то я не курю. Я не курила никогда. Я говорю, да у меня мама такая. Вы ей передаете, что вот даже вот врач сказал. Думаю, ага. Ей пофигу. И пошлет меня мама далеко и надолго. Она говорит, не нравится, не нюхай. У меня мама такая. И в этом плане у нас и были вот основные притирки. Потому что она всегда так говорит, не нравится. Я говорю, мам, давай вот здесь там уберемся, это уберем. У меня все устраивает. Не нравится. Ну скажи хоть что-нибудь, а то опять скажут, что я одна разговаривала. Я говорила. Когда? На завтрак с блинами? Уже все поняли, что я мало разговаривал. Я больше любую слушать. Я себе нашла уши. Я всегда, кстати, да, много разговаривала. У меня главное замечание в дневнике по поведению. Много разговаривали? По поведению. Много болтает. Ну, тоже в том числе. Ну, обычно подрались на уроки. И раньше так, кстати, классно было. Отхерачиваешь друг другу учебниками. Раньше веселее было. Пошла в дневник. Где, кстати, дневник? Выкидывала, наверное, три или четыре раза. Ну, в основном, конечно, в начальной школе. Старше, в принципе, уже было все равно. И классно. Выбросил дневник с ним домой идти. Как у Децла поется. Бескасса, по-моему. Без массы. Ну, короче. Зачем идти? Вот это сейчас мать накажет. А еще раньше ставили колы. Да. Ты ставили? Нет. Не, я не в этом смысле. Я не то, что я неправильно сделала. У меня почему-то, видимо, так... У меня всегда... Короче, я быстрее говорю, чем думаю. И, видимо, я так же писала. Я когда пришла в первый класс, я все цифры, абсолютно все цифры писала наоборот. Ну, как восьмерки. Единицу, двойку, пятерку, там, девятку. Все, вот просто все наоборот. И, естественно, учительница, она вот с такими глазами была в шоке. Она вызовала мою маму. Она говорит, ну, я, говорит, не знаю, я, говорит, не могу, говорит, пятерку даже, говорит, сама написать наоборот. Она говорит, просто, говорит, все пишут наоборот и все. И они, говорит, сели, они вдвоем надо мной вот так вот встали. Я, значит, пишу вот эту пятерку, двойку, все нормально, все, ну, слава богу, все. Прихожу на школу за следующий день, все то же самое наоборот. Естественно, она мне ставит кол. А я, видишь, я не знаю, я даже этого, естественно, не помню так хорошо. Я помню, что они при меня нервы все вытрепали. И она мне поставила этот кол, в дневник, и написала там вот такими вот буквами, да, что опять все то же самое. И я понимала, что, а еще будет перед выходным, по-моему, пятница, и я понимала, что мне там надо с друзьями, с подружками там на горку идти кататься. А тут, блин, этот кол. Я буду сейчас писать целую тетрадку этих единиц с пятерками, понимаешь? Примерно, это, вытянула его. А маме сказала, что, ну, собрали. Вот, сказали, на выходные учительница будет проверять, как мы ведем дневник. Ну, правда, я потом понедельник по шее получила, но на выходные-то я погуляла. Да. И я его так, а сейчас, ну, выбросит он дневник. Я посмотрю в электронный. И прогуливать хорошо было. Я только один раз в неделю в школу не ходила. А оказалось, потом, и потом только учительница говорит, что случилось с Юлей. Вот, а оказалось, что Юля, в общем, в школу не ходит. А сейчас? Не прогуляли. Не придешь в школу? Чего, какого у Филы-то не было? Сейчас вообще никакой свободы действий. Не правильно. У меня в школе, я, конечно, извиняюсь, я понимаю сейчас, что это было, с моей стороны, ужасное. Ну, у меня дедушка умирал, ну, наверное, раз в 12. При том, что он был уже мертвый. Ну, иметь в виду, он не живой был. Нет, а надо было проситься. И когда у меня дедушки закончились, но, в принципе, там мамин, там папин, и потом уже учителя начали ответить, ну, у тебя же уже дедушка умирал. Я говорю, так это не это. Это вот брат, дедушки, но я его тоже дедушки считаю. Короче, врать я умела с детства. Мне всегда все верили. А я еще поплакать могу. Угу. Зашиби. Да. А ходить не должен. Ну, если надо, там контрольное, извините. Там уже на кону очень много. Чего? Контрольное? Контрольное. Меня заставили в 11, получается, классе сдавать физику. Потому что у меня был конфликт с учительницей физики, она меня не пускала на уроки. И меня вывела к экзамену, говорит, не сдашь экзамен, а аттестат не получишь. Я выучила учебник, я его просто наизусть знала. Вот просто весь наизусть, они офигели. У меня не было другого выхода, я просто иначе не сдала вопрос, ну, не получила бы аттестат. Я вообще не готовилась к этим экзаменам, я просто учила учебник физики. Ну, точнее, не учебник, нам давали такую штучку, ну, типа, какие вопросы будут. И ответы на него, да, и надо было это выучить, ну, только толстенькие. Я его знала, ну, фактически наизусть. И я сдала на 4. Причем я, на самом деле, сдала на 5. Но она сказала, так как у меня плохая оценка общая, поэтому 4. Офигели все, в том числе и я. А, то есть сама на собой офигели? Ну, я до сих пор физику не знаю. Я вот, кроме того, что я знала наизусть вот эту книжку, я не понимаю. Я вот технические науки для меня вообще космос. И черчение. Боже, кто придумал черчение? Да ладно, что такое черчение? Ну, у тебя с какого класса было черчение? Ну, я что помню, седьмого. Седьмого, по-моему. А, я училась изначально в школе углубленным изучением иностранных языков. У меня было три языка. Ну, точнее, два основных. Это немецкий и английский. Вот. Ну, русский я вообще не считаю, естественно, за язык. И получается, у меня не было черчения. И потом я пришла в десятый класс. А там вот такие, как Сашка. У них, значит, седьмого класса. Они там что-то чертят. И она так говорит, вот это сделайте. Для меня это вот так вот звучало. Чего сделать? Чего надо сделать? Я сидела-сидела и говорю, я не понимаю, а что нужно сделать-то? Это элементарное задание. И что-то она опять там написала на доске. А еще и риски. Я говорю, Лиз, я вообще, представь. А ты не могу сказать, что у тебя вообще черчения? У меня не было черчения. Она говорит, а это кого должна волновать? Ну, я ей самолетик нарисовала и отдала. Она мне двойку поставила. Ну, и ладно. В итоге у меня все равно четвершка, кстати, по черчению было. Мне риска рисовала. Ну, например, я вот до сих пор... Вот мне дайте вот так вот лист бумаги. Скажите посередине нарисовать крестик. Во! Я буду сидеть часа четыре. Над этим вот... Буду отмерять линейками. Везде все ластиком сотру. И нихера у меня все равно не получится ровно. Я картину не могу ровно повесить на стенку. Ну, вот нет у меня этого. Я... Не знаю, почему. Вот. Ты тоже кривовато повесила. Да ладно, ровно нам вести чего-то рассказывать. Ну, а вместо этого страны криво. Сейчас же рулетку померяем, посмотрим. Клик сказал. Рулетку сейчас будем мерить. Позвольте, как там криво. Это у нас тема мукбанга. И вообще, это переросло куда-то и школьный. И вообще, и в ремонт, и куда угодно. И похудение, и в курицу, и в Египет. У меня всегда так. У меня мысли очень быстро. Я, если у меня приходит какая-нибудь классная мысль, я ее стараюсь записывать. Потому что через две минуты мысль уже будет другая. Ты не забудешь. А Сашка наоборот. Я ему что-нибудь скажу. Уже ушла, я уже о другом думаю, что-то там сделала. Пришла, прихожу, он говорит, ну да. Я говорю, что ну да. Ну да, я тоже так думаю, можно так сделать. Что сделать? Я уже не помню. А он думал, сидел на эту тему. Он что-то там подумал. Решил, что это можно. И мам вот такая же. Я могу что-нибудь скажу, ну да, 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 да. Потом будет еще неделю думать, а потом мне скажут, что я уже не помню вообще, о чем речь. Мам еще дольше. Может и две. А Сашка просто такой тормознутый. Кстати, он тормознутый не только в этом. Да? РЖД бонус. Я ему уже месяц после моря говорю, что надо сделать РЖД бонус, зарегистрировая РЖД бонус. Да у меня есть, да у меня есть. Ну, есть у меня, Сашка, РЖД зарегистрировал. У меня же не сказал бонус. А в итоге, естественно, он сейчас зашел, а у него оказывается... РЖД бонус вообще другой черт, а куда она? И? И провороним уже. Мою тысячу. Ну, мне 500, а не регистрацию. И что ты с ней будешь делать? Ну, минус 500, минус и что? Тебе тысячу предлагали? Это полторы. Вообще-то. И не тысяча, а тысяча триста. Радио билеты купить для бонуса. Я не поделюсь. Еще сальцом. Да хватит своим сальцом. Я хочу сальцом. Вкусно? Вкусно? Вкусно. Селедочки? Нет. Я уже ее езял. Когда? Да я-то... На море пробуем, когда попробую себе. Я же съедаю. А вот? А вот-то. Огурочки это можно. Сало вкусное. Огурочки я люблю. Да, куча еще была. Убегает. Выгадаю, выгадаю. Что за песня такая есть, да? Буду думать. Кто вот этот песня. Свет занавесок такой красивый. Балдей. Потом сниму покажу. А, валдейный. Знаете. Такой цвет. Изумрудный, да? Какой цвет? Не знаю. Ну, цвет какой? Ну, вот ты видишь себе какой цвет. Ну, изумрудный. А я что сказала? Ладно. Будем заканчивать. Будем заканчивать. Я уже другую тему начала. Вон, познавис. Будем заканчивать. Наш русский вечер подходит к концу. У нас он еще не подходит к концу. У нас еще кор. Вот. И сало. Буду в него впихивать. Я не буду сало. Я буду огурочек. Ты болеешь за Спартак. И что? Ты не любишь сало? Нет. Свинину люблю, сало нет. Так сало это есть. Ну, а свинина, мясо-то не курс. Ладно. Вот. Будем заканчивать. День нам понравился. Мы объелись вообще нафиг. Потому что обычно мы никогда не едим три раза в день. Мы обычно едим, но от силы два. И то это прям много. Обычно один раз едим и так можем перекусить по бутербангу. Ну, помелось бы. Поэтому мы прям наелись. Блин, правда не помню. Поэтому сделаем это традицией раз в неделю устраивать какой-то день. Не только русской кухни. Кухонь у нас много. Есть грузинская, кстати. Грузинская кухня. Очень вкусная кухня. Он сидит, я сижу. Ладно. Свет что-то не отключаю. Для антаража надо. Ох! И выключить свет. Поэтому всем пока. Было вкусно. Ну, фактически все. Сашка не пробовал селедку, сало. Голубцы скончались. Сейчас вообще скончались. А, ой, я отрешлюсь. Они утопились. Не знаю. Я сливаю один. Чуть зуб не сломала. Не знаю, нормально. Ну, ты просто боялся, что я тебе в лоб дам, поэтому я ее съела. А как их можешь сломать? Что там? Там все мелко. Ну, капуста жестковатая, мне сказали. Ну, а резать ее можно. Не знаю. Не знаю. Я три съела, мне зашли. Всем пока.